Продолжение следует... В этом случае, вы же знаете, что ключевой элемент контрнаступления Украины, это как раз было разрушение любых возможностей транспортных или логистических возможностей снабжения российской группировки. И сверху на севере, в Донецко-Луганской группировке и южной группировке на юге. И, конечно же, Крымский полуостров являлся одним из ключевых маршрутов поставки именно на южном направлении резервов. Прежде всего, сейчас как раз таки мобилизационные резервы должны были туда идти. Ну и постоянное снабжение ракетами, корылатами, С-300, снаряды разной калибровой и так далее. Все это массировано подвозилось через Крымский полуостров. Безусловно, все это будет ухудшаться, существенно ухудшаться. И вообще это будет провоцировать так называемое оперативное голодание российских группировок. И, соответственно, будет резко улучшать возможность поддавливать эти группировки на разных направлениях. Конечно, тактически картина на поле боя изменится. Изменится не буквально завтра, послезавтра, а это будет, так называемый, накопленный эффект, когда армия будет иметь гораздо меньше ресурсов, особенно в оборонительном плане ресурсов. Это будет еще дополнительно оказывать деморализующий эффект на живую силу. И, соответственно, мы получим, конечно же, более перспективное наступление, контрнаступление украинской армии. Это одно из следствий, вот этого, скажем так, эксцесса на Керченском мосту вчера. А какие еще следствия есть, если вы уже о них упомянули? Ну, безусловно, их несколько следствий. Второе ключевое следствие – это дополнительное паническое настроение, рост панических настроений на оккупированных территориях. Мы сегодня, вот разведка уже сегодня с утра дает очень много данных нам о том, что и на Каховском направлении, и из Херсонского направления максимально вывозятся по остаточным возможностям транспортом, ввозятся семьи, вывозится имущество какое-то и так далее. То есть мы видим нарастающие панические настроения именно на, в частности, в данном случае на южном направлении. Это очень важно, потому что, в принципе, это идет привыкание к главному осознанию того, что эта территория российская де-факто, но юридически эта украинская территория, она будет освобождаться в рамках обычных боевых действий. Это одно из следствий. Второе следствие, очень важное, это вот сам эксцесс на Керченском мосту является, для нас является показательным проявлением того, что хаотизация во внутреннем и в ближнем окружении господина Путина нарастает. Нам кажется, что это проявления уже такие, скажем, не только информационные проявления, когда, например, военкоры атакуют Шойгу или Герасимова, а вот эти проявления, например, взрыв в данном случае, он говорит о том, что есть какой-то конфликт между силовыми структурами, которые выходят наружу и уже неуправляемый. Мы еще будем об этом сегодня много говорить в нашем эфире, о том, как отреагировали в том числе довольно лояльные кремлю люди на взрыв моста, но я у вас хочу спросить. Вообще вы рассматриваете, я имею в виду ВСУ, Украина, Крымский мост как цель для своих ударов, и вы, я помню, вчера говорили, что пока что у вас такой возможности атаковать Крымский мост нету, а когда она появится? Ну, безусловно, мы об этом и официально говорили, и партнеры наши об этом знают уже прекрасно, и тоже они об этом говорят, что все цели, военные цели Российской Федерации, она оккупирована в территории, включая полуостров Крым, являются абсолютно законными, и в рамках международного права именно так и описываются, это законные цели, и у нас на это есть полный мандат уничтожать их военным способом и так далее. И мы рассматриваем Крымский мост, ну, вернее, Керченский мост именно как законную военную цель. Тут есть пару нюансов на сегодняшний день. Безусловно, недостаточность того объема оружия, который у нас есть, имеется в виду дальности этого оружия, и, кроме того, вот мы сейчас видим экспериментальным путем, это не наши действия, но, безусловно, мы видим, что этот мост, на самом деле, гораздо менее прочный, чем тот же Антоновский мост в Херсоне, который позволял обеспечивать херсонскую группировку надлежащим подвозам резерва и надлежащим подвозам амуниции. Так вот, Херсонский мост гораздо прочнее выглядит, нежели Керченский. Это, наверное, будет менять тактику отношения и к этому мосту, и, в принципе, к подобным объектам, которые имеют отношение к Российской Федерации, к строительству, вернее, Российской Федерации.